Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите Династию Ллойд, наших застройщиков. И да, у нас утро, вторник, 8 утра, сегодня у нас Филберт действительно настоящий жаворонок. Да, наконец-таки он выспался, уже хорошо себя чувствует, поэтому сегодня он уже хлопочет тут с утра. Занимается сейчас стирочкой, деталь для улучшения сантехники. Я тебя поняла, давай только вот эту вот стиральную машину вот здесь вот сушить. Да, отлично, сейчас позанимаемся. Я думаю, что сегодня очередь Филберта приготовить завтрак, почему бы и нет. Вчера это делала Грейс, почему бы сегодня нашему Филберту не постараться, как бы. Мне кажется, что это честно. И да, кстати, я хотела показать вам наши обновочки. Я Филберту и Грейс купила, в общем-то положила уже в багаж, пылесосы, да. Филберту чёрненький, там Грейс такой чёрно-беленький. Вот, поэтому теперь будем вместе как-то стараться поддерживать вот это вот всё. Вот это вот всё богатство в порядке. Да, будем как-то вместе, наверное, по очереди пылесосить. Вообще я не представляю, ребят. Вот вы представляете, вот в одного, вот здесь вот, везде, во всех комнатах пройтись пылесосом хотя бы. Я уже не говорю о какой-то влажной уборке. Ну это просто, это просто нереально. О, Нигири, ничего себе. Ты откуда такие рецепты-то знаешь, дорогой мой? Хлеб из теста на молоке. А, это же у нас с новым дополнением. Сыр, ё-моё. Йоркшикский пудинг без лактозы. Йоркшикский пудинг. Это же у нас с новым дополнением. Пришла вкусняшечка. Хлеб из теста на молоке без лактозы. Ё-моё, красота. Салат с арбузом. Класс. Шоколадный пирог. Яки с оба с овощами. Ну, знаете, я точно не буду давать вот это вот нашему Филберту. Просто объясню почему. Почему? Просто потому, что он у нас не кулинар. Я думаю, вы с этим согласитесь. Да, у него пятый уровень. Это очень тоже неплохо. Но наш Филберт такой. Ну, скажем так. Для себя он что-то может приготовить. Такой, скажем, холостяцкий режим поддерживать свой. Это да, это запросто. Обеспечивать себя едой он способен. Но вот чтобы прям сыр или там какой-нибудь ёркшикский пудинг. Там без лактозы, тем более. Какой-то замороченный для веганов. То я думаю, что пока что мы не совсем уже такие кулинары. Может быть реально салат с арбузом? А что? А чего нет? Давай, давай на четверых человек. Заценим, что за салат с арбузом. Классно. Мне кажется, это очень классно. Да, опа, прикольно. Смотрите, кто у нас тут на диванчике спит. Боже мой, какая прелесть. Давай ты, наверное, уже тогда просыпайся. Хотя бы вот, хотя бы сходи. Да, я даже знаю, кто это не смыл. Даже знаю, кто это, но пальцем показывать не буду. Тот, кто готовит сейчас салат с арбузом. Да. Ох уж эта черта характера неряшливость. Даже вот прям что хочешь с ней, то и делай. Какие планы на сегодня у нас с вами, ребята? Кстати, надо будет почистить, полировать до блеска, да. Какие у нас на сегодня планы? В общем-то, дом у нас более-менее в порядке. Сад пускай здесь растет, развивается себе. Почему бы и нет? Я думаю, мы сегодня отправимся в мир магии. Да, потому что нашему Филберту нужно прокачиваться обязательно салат с арбузом. Ну, давай все-таки в этот раз уберу в холодильник. Вот, Грейс уже из холодильника все возьмет. Так, ты... Ага, да, умникон. Но я помню, в прошлой серии мы как-то смотрели, что у нас сегодня этот фестиваль. Но на умникон мы, пожалуй, что не пойдем. А отправимся мы в мир магии. Ну, что как? Вкусно? Великолепное качество. Не содержит лактоза, подходит вегетарианцам. Блинский. Я не успела посмотреть, мне кажется. Или там что-то... Что там такое? Ну-ка, покажи. Как будто какие-то... Что это такое? Ну, ладно, арбузы. А что? Огурцы? Серьезно? Ну, ладно. Я не буду. О вкусах не спорят, как говорится. Так, давай полировать до блеска. Нори убегает. Куда? Елки-палки, слушайте, это уже второй раз. Вот помните, у нас уже один раз Нори сбегал? Ну, вот почему? Что случилось? С собакой все в порядке. Он сытый. Он сытый. Он как бы выгуленный. У него все хорошо. Он ни разу не был в каком-то, знаете, в дискомфорте, в красном состоянии. Но он уже второй раз сбегает. Мне это так расстраивает, если честно. И я не могу, главное, понять, почему. Вот все же хорошо вроде. Ну, ни разу не было там, что Нори голоден, таблички. Вообще никаких табличек не было. Но, тем не менее, уже второй раз он у нас собирается сбежать. О, усердие. Уборка использования пылесоса или на уже чистом этаже. Серьезно? Ты ж не пылесосил. Кого ты пытаешься обмануть, дорогой мой? Давай, пожалуйста, не будем тут хитрыми своими красивыми глазками на меня смотреть. Ты пылесосом не пользовался. Даже не рассказывай мне сказки. Ты просто протер вот эту. Ну, спасибо, конечно, но... Блин, такие ребята, я расстроилась. У нас, я так понимаю, он сейчас проснется и убежит. Ой. Я хотела сказать, что мы с вами отбираемся в мир магии. Да, потому что нам есть чем-то там заняться. О, я отправляюсь на фестиваль Omnicon. Слушайте, это просто вот... Ну, это просто вот игра сама... Сама всё делает за меня. Вот я сказала, что нам нужно в мир магии. Я говорила вам в предыдущей серии, что Элифия просила передать Грейс, что она её очень ждёт. И вот, как видите, Элифия уже вовсю осваивает свой новый агрегат, свой новый мобильный телефон. И уже сама набирает Грейс. Мол, проснись, солнце встало. Да, я пришёл к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Ой, ну давай тогда будем уже, наверное, правда, просыпаться. Там тебе Филберт приготовил вкусняшку. Не понимаю. Не понимаю и понимать не хочу. Почему у нас сбегает от нас собака, упорно я никак не могу понять, если честно. Нори! Что же ты у меня такой свободолюбивый-то, а? Ну почему ты сбегаешь? Объясни. Что не так? Что случилось? Эх, вообще мне, конечно, грустно от этого. И Филберту грустно. Ребят, я решила включиться, потому что у нас тут происходит кое-что интересное. В общем, не успела я даже отправиться в мир Баки. Как у нас тут выскочила табличка, что Нори вернулся, не забудьте поприветствовать питомца. Ёлки-палки, я, конечно, безумно этому счастлива. Но я не думала, что это случится так быстро. Филбер, боже мой, Нори, что с тобой? Вот мне кажется, что просто, знаете, у нас такой любитель свободы, любитель приключений. Вот это вот ему в кайф просто. Где-то побегать вот так вот и извозюкаться просто до какой-то страшной степени. Так, ну опять наша поездка, конечно, откладывается. Давайте, конечно же, поприветствуем Нори. Добро пожаловать домой. Возможно, на это, знаете, что повлияло? То, что у нас не только Филберт отправил, да, у нас всё, питомец не потерялся. Вот он, твой пушистый друг, пожалуйста, приветствуй. В общем-то, у нас объявление выставил не только Филберт, но ещё и Грейс, получается, два раза. Вот, и вот буквально сколько, ну, пару симских часов прошло, и всё, нам сообщают, что Нори вернулся. Да, отлично. Привет, Нори, привет, друг. Скажи, привет, дружище, я так рад тебя видеть. Что ж ты опять сбегаешь от меня? Что ж ты заставил меня волноваться, а? Вот именно, Нори, вот... Ой, ой, извините, это новая кнопка, я не привыкла постоянно клацаю на неё. Вот заставил волноваться хозяина, а хозяин-то у тебя ж такой классный. Такой классный, блин, Нори, вот любит тебя до безумия. Вот чё ж ты сбегаешь, а? Ой, давайте вот так вот я вас сфотую, дорогие мои, дорогие мои. Господи, я обожаю, обожаю тексимиков просто, да. Умопомрачение, если честно. Очень забавно, но нам прям отовсюду, со всех углов кричат о том, что нам нужно срочно отправляться в волшебный мир. Да-да, мы уже идём, у нас вот как раз уже Филберт заканчивал намывать Нори. Грейс у нас тут с ульями разбиралась благополучно, или не совсем благополучно, её там пожалили, когда она мёд собирала. Да, бедная наша Грейс. И тут нам позвонила девушка из семейства Шарм, если честно, не помню, к сожалению, какое у неё имя, и говорит, а не подуэлиться ли нам с тобой, Филберт? И я слышала, что ты такой известный весь из себя светлый маг, да. Как бы, ну, давай, иди сюда, посмотрим, что ты способен. Да мы ещё ни на что не способны на самом-то деле вообще. То есть я думаю, что мы тут проиграем. Но, тем не менее, подуэлиться я хочу. Тем более, что это прямиком вот нас сейчас закинут в мир магии, наконец-таки. Поэтому я с удовольствием принимаю это предложение. Итак, мы наконец-таки в мире магии. Но, ребята, у меня что-то, как вы можете заметить, меня как-то по-страшному глючит игру. То есть вот-вот просто посмотрите, что здесь творится. Более того, я уже только со второго раза смогла сюда попасть, потому что вот первый раз, когда мы отправлялись в мир магии, то мне вообще, меня выкинуло на карту наших всех городов, на список, да. На всех наших городов, которые есть в Sims 4. И было написано, что там что-то не удалось запустить игру, код ошибки, рекомендуется перезапустить игру. Но я как бы не перезапускала игру. Я зашла в Newcrest, нажала, в общем-то, посмотрела, что Филберт у нас всё-таки числится в волшебном мире. Поэтому я отправилась сюда. Вот он со второго раза у меня загрузился. Но здесь я вижу вот это. Непонятно что. И поэтому, знаете... Да, поэтому я так поняла, что вот она девушка, Gemma Charm. То есть как бы всё правильно. Мы сейчас должны дуэлиться, по сути. Сейчас я, кстати, Грейс сюда тоже хочу вызвать. Но я думаю, что я всё-таки перезапущу игру. Потому что, ну, это что-то ненормальное. Что-то глючит. Так, я вернулась. Вроде как я уже порешала все проблемы. Ну, по крайней мере, я перезошла в игру. Посмотрим, как будет сейчас вести себя КЦ. Он выдаст вам что-нибудь или нет. И да, к сожалению, уже наша, в общем-то, девушка из семейства Charm, она ориентировалась успешно. Сказала, что о, нет. Я, пожалуй, что пока что дуэлиться с тобой не буду. А то, чёрт тебя знает. Может, сейчас отберёшь у меня все мои мётлы. Да, фамильные волшебные палочки. Ну, я не думаю, конечно, что это бы случилось. Но, тем не менее. Да, дуэлина отменилась. Отменилась, к сожалению. Но зато, смотрите, нас уже кто встречает, уже просто вот с огромным нетерпением встречает Элефия. Да. Давайте ей скажем искренний комплимент. Вот. И куда? Куда? Слушай, ты не в то место прибыл для таких выкрутасов. Так что да. О, привет, Филберт, привет. Привет. А что? А где же Грейс? Я вот её всё жду-жду. Да, вы не переживайте. Она прям сейчас совсем скоро уже придёт. Да, точно придёт. Ну, ладно. А то ты же передал, что я её очень жду. Да, конечно, передал. Даже не сомневайтесь. Ну, хорошо. Потому что мне есть о чём с ней поговорить на самом-то деле. Да, и как вы могли заметить, тут уже и остальные мудрецы пришли. Это, конечно же, наша Фурия, да, с которой у нас не очень отношения, потому что... Ну, потому что это Фурия, да. Я не знаю. Потому что она нас превратила в рыбу при первом нашем знакомстве. Но вообще, вы же знаете, что она на самом деле очень клёвая барышня. Да, ну и Трой. Вот, собственно, Трой, который у нас был невидимкой в предыдущей серии. Слава богу, сейчас уже его видно. Это замечательно. Так, да, и Филберт у нас тут, в общем-то, в своей обычной одёжке. Вот, кстати, я не знаю, видели вы или нет, но можно ещё раз заценить его причесочку. Мне кажется, что ему очень идёт такой пучок. Такие собранные волосы. Да, хорош любоваться. Думаю, хорош любоваться на моего наследника. Да, Грейс, ку-ку. Ты где? Да. Прям в пижаме, господи. Так, всё, давай быстренько я тебя переодену. И будем считать, что этого безобразия никто не видел. Да, давай переодевайся вот в эту свою одежду. Более такую настроенную на волшебный мир. Да, я знаю, что тебе покусали пчёлы. Ну, не переживай, дорогая. Ты ведь знаешь, Филберт, что на самом-то деле Грейс не просто так здесь оказалась. Очень здорово, что она переехала к тебе и вообще, что она на тебя вышла. Это на самом деле судьба, потому что иначе, я думаю, что она так никогда бы и не узнала о том, кто она такая. Так, давай сейчас Элифи условим спросить, как пользоваться волшебством. Ну, давай. Мне кажется, это отличный вопрос. Кстати, да, я не помню, как там по системе от Трис. По-моему, у неё Хранители Времени тоже, как волшебники считаются. Смотрите, они прям обнялись такие. Ну, ничего себе. Здравствуй, здравствуйте, Элифия. О, здравствуй, Грейс. Наконец-то я тебя дождалась. Очень рада видеть. Наконец-то ты к нам пожаловала в гости. Так, как-то у вас вот так вот красиво как-то вас сфотить надо. Это ж святое. Да. Элифия очень рада видеть Грейс. Это прям сразу видно. Ну что, как твои дела? Как со способностями? На самом деле, вы понимаете, я совсем не знаю, как с этим обращаться. Может быть, вы мне ещё раз покажете, как вы это делаете. Ну, знаешь, Золотка, вот это как-то происходит само по себе. Так, Чародей всегда готов. Может, позже. Ну, давайте, наверное, может, попозже, да. Потому что пока что Грейс рано, мне кажется, становится волшебницей. Давайте ей расскажем занимательную какую-нибудь историю. Так, Филберт, а вы, пожалуйста... О, кстати, вот эта наша женщина, Джемма, да, она нас вызывала на поединок, но ориентировалась уже. А это кто? Нилиш Баннерджи. Слушайте, кто все эти люди? Я их вообще не видела ни разу в жизни. Неужели это всё? И правда, игра Геннерит. Она не должна так много генерить мне персонажей? В общем, как-то странно. Так, дорогой мой, кстати, я ему закрепила желание купить мороженницу. Я, на самом деле, сама её тоже хотела прикупить. Давайте мы, пожалуйста, не будем даром терять время, а пошли доставать. Пошли кого-нибудь вообще доставать. Наверное, мы с троя начнём. О, трой как раз, я его вижу. Отлично. Пошли, пошли. Давай поговорим про тёплую погоду. Скажем, что у вас тут очень хорошо. А вот у нас сейчас холодно, зима. Хотя, не знаю, Филбрит, разве тебе не нравится зима? Это же просто потрясающее время года. Так, давай. Не, расформирование мне не надо. Попросите обучить неукротимой магии. Во, отлично. Да. Ой, Эльфия, это всё, на самом деле, так вообще всё запутано, непонятно. Я совсем ничего не чувствую, на самом деле. Не знаю, как со всем этим обращаться. И как вообще всё это расследовать, у меня просто нет никаких, ни малейших догадок. Но я так понимаю, что вы говорите, что я сама должна это почувствовать как-то, да? Но я совершенно ничего не чувствую. Ты, милая, не переживай. Главное, не падай духом. Всё будет нормально. Я всему тебя обучу. Знаешь, дорогая, как хранитель времени, ты должна очень чётко уметь прислушиваться к себе, к своим чувствам, к своим мыслям. И я знаю, что ты можешь это сделать. Просто учитывая то, что ты совсем на протяжении всей жизни не практиковалась, вообще в этом никак, конечно, тебе будет сложно. И что же мне нужно делать? Как можно вообще решить эту проблему? Я не представляю вообще, если честно, что бы вы мне посоветовали. Ну, здесь всё просто. Как насчёт медитации, дорогая? Медитации в смысле? Ну, в прямом, обычно медитация, как бы, почему бы и нет. Знаешь, прислушиваться к себе, поразмыслить на чем-нибудь, только не засни. Спать нельзя, вымыть руки. Да не надо. Спать нельзя. Спать во время медитации — это совсем плохо. А вот если ты научишься слушать себя, прислушиваться к себе, то, знаешь, возможно, тебе что-то новое и откроется. О, боже мой, я даже не знаю. Ну, медитация — это как-то... Не знаю, сколько же мне медитировать? Вдруг я помру раньше, чем что-нибудь пойму или увижу. Нет, дорогая, всё будет хорошо. Я в тебе даже не сомневаюсь. Только не забывай практиковаться. Вот прям сегодня, как приедешь домой, вот, начинай сразу и практиковаться. У вас есть для этого специальное помещение? Может быть, какое-то оборудование? Грейс подумает сейчас. Ну, вроде есть, да, у нас-то места в доме много, поэтому почему бы и нет. Надо с Филбертом по этому поводу что-ли поговорить. Интересно, где он подевался. Кстати, да, где вы подевались тут? Где вы тут подевались? Ой, я смотрю, ты уже подрос, уже стал новичком. Да, ну, в принципе, это хорошо, но, знаешь, тебе ещё предстоит проделать большой путь. Да, я, в принципе, готов, как бы, поэтому почему бы и нет. Ты же научишь меня. Ну, знаешь, я-то с удовольствием научу тебя всему, чему смогу, но пока что ты ещё, вот, несмотря на то, что я стала новичком, но пока что ты не готов к такой сильной магии, которой обладаю я. Да, говорит у нас строй, что мы ещё не готовы. Интересно. Интересно. Нам нужно больше практиковаться, да, продолжать обучаться в искусство магии, возвращаясь, когда повысите свой уровень. Ничего себе. О, вот здесь вот можно уединиться, да. Кстати, нам, по-моему, метлу надо купить, потому что у Филберта нет метлы, да. Да, у него есть палочка, а метлы-то и нет, поэтому надо будет обязательно прикупить. Ну, а пока что мы, вот, отправимся в сад. Да, Элифия, она у нас, скажем так, она у нас подозревает кое-что по поводу того, как можно помочь Грейс и вообще, что ей с этим всем делать. И говорит, чтобы она к себе прислушалась, потому что, на самом-то деле, Элифия толком ничего для неё сделать и не может. Грейс должна полностью себя осознать. Вот. И в таком случае, возможно, ей что-то новое, да, откроется. Да, Грейс тоже сейчас только что об этом подумала. Фурия, привет. Привет, проказливый мудрец ты мой ненаглядный. В общем-то, чего я хочу, ребята, этим всем добиться? Я хочу, чтобы Грейс у нас начала осваивать навык под названием «Здоровый образ жизни». Не зря нам говорили о медитации. Ага, кто-то тут ловушку поставил. Дайте угадаю. Можно я прям вот с первого раза угадаю, кто это у нас тут поставил ловушку? А, и чья это такая довольная лисья морда тут ходит? Ловушку установила. Фурия, ты просто невыносима. Слушайте, а тут есть какой-нибудь другой санузел? Потому что, ну, как бы, с этим мы уже в пролёте. Так, вот. Есть. Отлично. Слава богу, здесь есть неиспорченный санузел. Давай тогда, конечно, сходим. Ох, и Фурия. Ох, и Фурия. О, слушайте, сфера. Можно... А нет. Нельзя. Грейс не является владельцем этого предмета. Вот так вот, подождите. А вроде же можно было забирать, выбрать волшебного питомца. Странно. Или это только магам доступно. В общем, ладно. Да. В общем-то, наша главная с Грейс цель сейчас это осваивать навык здорового образа жизни. Конечно, он для нас будет иметь немножечко другой подтекст, немножечко другой смысл. Вот. И я хочу, чтобы... Пожалуй, что в моих планах... Это чтобы мы с Грейс достигнули 10 уровня в этом навыке. Мне кажется, что это было бы просто супер. Ходят слухи, что вы теперь хорошие друзья. Ага. Очевидно, что с вами очень интересно. Ну, спасибо. Спасибо большое. Так, не заходите, пожалуйста, к нам, а то мы смущаемся. Так. Ну, в принципе, мы узнали кое-что от Эльфеи, что нужно заниматься медитацией, что нам нужно практиковаться в здоровом образе жизни. Да, она опять хочет с Эльфеей что-то там обсудить. А ты, дорогой мой, где? Ты уже здесь, да? Ты прибыл. Отлично. Отлично. Вот тут как раз никого нет. Мне кажется, это идеальное место. Иди сюда. И что это тут такое? Черешня. А, не, не надо. Ух ты, змеюка какая поползла. Я улыбалась. Ну, надеюсь, что нас это не коснется. Так. Ну, давай вперед. Что я тебе могу сказать? Ладно. Хорошо. Давайте не будем. Да. Давайте пускай он там занимается. Так. Отлично. Грейс у нас тут общается. С волшебницей, да. Тоже Грейс, кстати. Все понятно. Нашли общий язык. Тезки, да. Приветствовать дружески. Почему бы и нет. Филберт. О, Бредиум. Прикольно. Ну, я так полагаю, мы не сможем пользоваться этим заклинанием. Потому что там только определенные нам доступны. Учитывая то, что мы светлые маги все-таки, а не темные. Добежали мы уже до Эльфеи. И, в общем-то, да. Сейчас у нас Грейс спросит. Я, в общем-то, хотела спросить у вас все-таки. Я немножечко не поняла. Вы мне сказали, что я должна опознать себя. Но, если честно, то я не очень понимаю. А что именно я должна опознавать в себе? И как я вообще пойму, познала я себя или нет? Чего именно мне ждать? Чего именно мне нужно как бы добиваться? А Эльфея у нас сейчас ответит. Ты знаешь, детка? О! Починио! Слушайте. Серьезно? Ты два заклинания уже узнал? Нормально. Неукротимое. Инферно, Электрис, Некрацинос. А что тут есть вообще? Раз проклят, послушайте. Тут есть что-нибудь полезное? Копиата. А, ну копиата нормально, да. В принципе, копиата полезна. Можно будет на этом тоже денежки делать. Как бы, почему бы и нет. Эльфея у нас сейчас скажет, Грейс, ты знаешь, бывает такое, что при медитации, при познании себя и углублении в собственные мысли, в собственное нутро, хранителям времени открываются некоторые, ну, так сказать, видения. Возможно, какие-то как будто бы воспоминания. Даже я слышала, что некоторым из них открываются видения из прошлой жизни. Вы серьезно? То есть, это как? То есть, мне должно присниться что-то? Ну, нет, это же, конечно же, должен быть не сон. Это должно быть именно видение, дорогая. Поэтому, практикуйся, практикуйся. Ты знаешь, мне на самом-то деле не так уж и много известно. Но, по крайней мере, то, что я знаю о хранителях времени, это то, что действительно их могут посещать некоторые видения. Поэтому, я бы на твоем месте побольше практиковалась в таких вещах. И, возможно, тогда мы сможем понять твою истинную природу. И вообще, что нам дальше с тобой делать, и как нам быть. Поэтому, да, записывай, запоминай все, что тебе привидится. И потом, сразу обращайся с этим ко мне. Будем уже вместе что-то думать. Ну, ладно, хорошо, я вас поняла. Спасибо большое, я буду стараться. Это мы узнали. Будем иметь в виду? Да. Давай мы попрощаемся. Вот. И, пожалуй, что я отправлю Грейс, наверное, домой. Потому что ей тут, в принципе, заниматься особо нечем. Так, а вот этот вот, молодой человек. Давайте, пожалуйста, не будем заниматься всякой ерундой. Я вас умоляю. О, а, нет, это не то. Я думала, что нам что-то прибавилось в магии. Учиться волшебству. Ну-ка, стой, 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 стой. Подожди, 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 дорогой мой. Стой, ты куда? Давай, не исчезай. Давай будем продолжать заниматься. Вот. Потому что нам нужно как-то повышать наш уровень. Так, Грейс, давай, пожалуйста, мы не будем с тобой дремать. Все, давай, иди домой. Я тебе прикуплю специальную, в общем-то, подставочку для тебя. У нас что, ночь уже? Ё-моё. Обалдеть. Слушайте, я что-то заигралась. Я уже даже и... Офигеть. Офигеть, я не заметила, как ночь настала. Ну, тогда давайте Грейс у нас отправится домой. Вот так вот я её отправлю домой. Ну и всё. А Филберт у нас... Давай ещё позанимается у нас магией. И потом мы всё-таки попристаём. Мы всё-таки попристаём к нашим мудрецам. Да. Только вот они разбредаются. Постоянно не везти куда. Но даже не знаю, подходить нам к Фурии или нет. Мне кажется, что она может нас послать куда подальше с тем, как у нас отношения развиты. А вот к Калифее, я думаю, можно подойти. Опа, это тут дуэль идёт, да? Ага. Класс. Слушайте, я обожаю вот это вот эпичное зрелище, однако. Так, ну тут практически сразу у Хандокали у нас кого? У Хандокали Джейн Миллер. Всё понятно. Слушайте, мне кажется, это да, это игра на Генрилла МПС. Какое-то невероятное количество. Непонятно зачем. Ой, дорогая моя, не расстраивайся. Знаешь ли, колдовать это совсем непросто. Вот, например, даже простое заклинание «Чистите» требует очень много усилий. И поэтому не расстраивайся. Первая дуэль прошла не очень, зато, возможно, следующая пройдёт лучше. И я думаю, что мы прикупим с вами метлу всё-таки. Потому что светлые маги должны перемещаться исключительно на метлах. Да. Тёмные маги у нас телепортируются. Светлые маги у нас на метлах летают. Это, конечно, очень эпично будет. Кстати, я смотрела... Вот что я смотрела ещё, ребята. Я смотрела вот это. Магазин наград. Вот у нас тут накопились баллы. Определённое количество. Я думала, что же взять нашему Филберту, да. Хотелось бы, конечно, что-то вот либо беззаботный, очень полезное, дополнительная черта, характер, либо вот что-то такое, типа укоротители пузыря или невероятное дружелюбие тоже. Мне кажется, Филберту очень подходит. Он у нас такой парень обаятельный, мне кажется. А потом я увидела вот это. Денежное деревце. Я не помню, как там, если честно, обстоят дела в династии застройщиков. Надо будет как-то поискать, пересмотреть всё, что касается денежных деревьев. Ну, в принципе, нам на него хватает. Если что, то есть мы можем прикупить денежное деревце и как бы попробовать ещё с него урожай собирать. Либо мы можем прикупить что-то, ну вот, например, динамичное, да. Да, очень пригодится, очень нам пригодится. Или, ну, укоротитель голода, в принципе, ещё, ну, нормально. Можно, думаю, я смогу прокормить этого молодого человека. А вот динамично это было бы, конечно, здорово. И у Грейста тоже, кстати, очень много баллов счастья. Даже больше, чем у Филберта. У неё вообще почти 8,5 тысяч. Поэтому, да, конечно, ей тоже можно было бы всяких плюшек купить. Как у вас вообще, как у вас с Грейс обстоят дела? Вы что-нибудь выяснили? Вы очень хотели с ней поговорить? Да, ты знаешь, я с ней говорила по поводу того, что она хранитель времени. И ей нужно побольше медитировать. Ей нужно побольше заниматься изучением себя. Прислушиваться к себе. Ну, в этом, возможно, и правда есть какой-то резон. Да, я тебе точно говорю. Насколько я знаю, то эти люди способны видеть. И иногда даже намного больше, чем сами о том подозревают. О, смотрите, ему прям нравится с Элифией общаться. Да, поэтому ты, конечно, за ней приглядывай. Я надеюсь, что у тебя в доме найдётся какое-нибудь местечко для медитации. Да, конечно, господи, у нас комнат свободных, целая куча. Спасибо огромное вам за помощь. Очень приятно, что вы нам помогаете. Да не за что, мне и самой так интересно разобраться, в чём же дело. И помочь ей очень хочется. Поэтому без проблем. Только чуть что узнаешь, сразу мне сообщай. Да, конечно, без проблем. Элифия, я, кстати, хотела спросить, может быть, вы меня сможете чему-то обучить? Ну, знаешь, мне кажется, тебе ещё нужно побольше попрактиковаться. Да, ёлки-палки. Обалдеть. Ну, хотя бы зелье тошнота. Вот прекрасно. Спасибо большое. Очень, конечно, полезно. Ну, ладно. Да, давай на аллею заклинателей, пожалуйста. Всё. Так, я нашла информацию. Да, всё-таки мы занимаемся неукрутимой магией. Я попутала почему-то, думала, мало ли, практическая. Но нет, всё-таки я вот запомнила, что Трой — это наш человек, это наш мудрец. Да, поэтому именно он и должен нас всему обучать. И он отвечает у нас за неукрутимую магию, конечно. Соответственно, мы тоже неукрутимые маги. Соответственно, мы можем с вами все заклинания из неукрутимой магии изучать. Ясень-пень. Вот. И мы знаем всего лишь два. Инферно и Электрис. Ну, такое себе. Да, и Копиата — это отсюда всё-таки. Ну, хорошо. Ну, на самом деле, неукрутимая магия тут, я бы не сказала, что она супер какая-то. Хотя, бессмертие... Ну, наверное, нельзя она будет этим пользоваться, конечно. В общем-то, да. Что касается других магий, например, из практичной магии мы можем использовать Локомица. Ну, это, кстати, крутое заклинание. Цветеньо и Зеленца. А из Проказливой мы можем использовать Безумие, Морфеус и Видоизменис. Вот. Сейчас я вам это покажу. Я просто заодно и себе напоминаю вообще, как это всё работает. Чистить все жалко, мы не можем использовать. Ой, блин, Локомица мы ещё не знаем, к сожалению. Да, ну вот можем использовать Локомица, Цветенье и Зеленца. Вот это вот связано с растениями. Короче, Грейс бы пригодилась. А из Проказливой магии у нас, получается, здесь идёт Безумие. Вот это вот, я так понимаю, какие-то любовные шашни организовывать. Морфеус. Вот это, а это, по-моему, кстати... Или Видоизменис. Не, по-моему, Морфеус это как раз-таки то самое заклинание, которым нас одарила Фурия. По-моему, это же он превращает людей во что-то, если я не ошибаюсь. Ну, а Видоизменис это, ну, замечательное заклинание, которое делает Симов невероятными красавчиками. Поэтому да. В общем-то прикольно. Поэтому такие дела. Будем, конечно, развивать неукротимую магию, но будем развивать все магии, потому что нам нужно, открою вам секрет, прокачаться до виртуоза. Да, и сделать это нужно в ближайшее время, скажем так, в темпе должно проходить наше обучение. Я не знаю, как мы со всем этим справимся. Но, ребята, да, я, кстати, хотела вам сказать, что... Так, я пока отправлю Филберта метлу купить. О, отлично. Так, давай поторгуемся сначала. Или, ладно, не... Нет, давай поторгуемся, почему бы нет. Я хотела вам сказать, что это поколение. Поколение вот нашего Филберта. Поколение Грейс. Это поколение, которое всецело будет заниматься прокачкой собственной, особенно, что касается именно вот магических способностей. То есть в мире магии мы будем завсегдатаями, я так полагаю. Очень часто будем сюда наведываться. Очень тесно будем общаться, конечно же, с нашими мудрецами. Потому что нам еще кучу дел с ними предстоит решить. С Грейс еще ничего не понятно абсолютно. Что ей делать со своими способностями. Как активировать хранителя времени. Так, и что? Вы хорошо торгуетесь, 25%. Ну, вот это я понимаю, вот это другое дело. Сейчас можно купить предметы со скидкой. На лане ты просто супер, обожаю тебя. Да. Поэтому будем очень много прокачиваться. Очень долго и усердно. Потому что нам нужно поистине достигнуть больших высот. Тут это касается и Филберта, и Грейс. Так, волшебная швабра. Ну, не, я как-то... Швабру... Ну, для коллекции можно взять, в принципе. Классическая деревянная метла. Вот на этом мы будем летать. А вот это мы возьмем для коллекции. Ну, может быть, у нас появится в династии персонаж, который по приколу, знаете, чисто по фану будет на швабре летать. Мне почему-то кажется, что однажды у нас найдется такой массовик-затейник, так сказать. Но Филберту, мне кажется, швабра не очень подходит. Так, все, мы закупились. Просто супер. А здесь у нас что? Ингредиенты для зелья. Это нам не особо интересно. А здесь палочки, книги волшебных питомцев. Ну, давай еще здесь посмотрим. Так, и сразу я тебе метлу твою выберу. Вот, вот она, твоя классическая деревянная метла. У тебя все так будет по классике. Всегда использовать метлы, конечно же. Книга гневия, книга замысловатое оскорбление. Требуется уровень экспертный, это нам не подходит. Это тоже не подходит, требуется приверженец, лакомиться. Ну, а гневия тоже приверженец. Ну, такое себе на самом деле. Ладно, давайте не будем ничего покупать. Все, будем возвращаться домой, потому что Филберт уже все. Господи боже мой, Филберт уже все. Практически 6 утра, ребята, среда. Да, я думаю, что... О, супер! Отлично! Я успела вовремя нажать. Я успела вовремя нажать на паузу, с вашего позволения. Я сделаю кадр, боже мой. Это просто мега эпик, я считаю. Вот, я хочу это как-нибудь вот так зафоткать. Ну-ка, дайте-ка мне табуляцию. А, боже мой, какая прелесть. Эти испуганные глаза. Ну, а что ты хотел, дорогой мой? Летать на метле не так уж и просто. Давай, держись. Держись, моя золотая зайчка. Давай, вот так вот. У тебя все получится. Я в тебя верю, Филберт. Вот просто говорю тебе. Я в тебя верю. У тебя все получится. Все будет просто супер. Так, отлично. Еще одну фоточку. Я просто... Я очень хочу запечатлеть этот момент. Так, давайте как-нибудь наедем на него. Чтобы Мося было видно. Ай, не могу. Просто не могу. Ух, вот так вот отлично. Вот так вот, наверное, он у меня и пойдет на обложечку. Вот, вот так. Супер. Супер, красавчик. Все. А отправляться будем сейчас домой, наконец-таки. Ой, боже мой, бедный упал. Ну, ничего страшного. Кстати, у нас походу волшебство с летанием на метле тоже прокачивается. Это хорошо. Ну, вот мы и дома, ребята. Наконец-таки дом, милый дом. Филберт у меня просто в каком-то несусветнейшем убитом состоянии. О, Нори у нас тут так в ванне и торчит. Я надеюсь, что он там не застрял. Ну, если застрял, то ладно уже. Резать днем. Ничего страшного. Так, давай, пожалуйста, воспользуемся. Давай вот ванночку ты примешь, да? Грязевую ванну. Не. Давай просто прими ванну. И все, мои хорошие, иди спать. Да, а мы пока что... Кстати, Грейс, что у меня делает? Грейс у меня сидит. Ты не бойся... А, не, я думала, она изучает садоводство, как обычно. Но, не, она, кстати, себя прекрасно чувствует, в отличие от этого молодого человека. Да, ну, давай попросматриваем веб-страницы, почему бы и нет. Наверное, Грейс у нас сейчас тут заказывает себе по интернету специальную подставочку, на которой можно сидеть и медитировать. И я думаю, что она сейчас активно всю эту тему читала. Кстати, да, давайте мы определимся, где наша Грейс будет этим всем заниматься. А, можно было бы, в принципе, вот здесь, на... Вот тут такой есть хорошенький балкончик, так сказать, в нашем домике на дереве. Потому что в другом месте, ну, в подвале... Нет, в подвале у нас нету такого уединенного места, которое бы сошло для медитации. Но, с другой стороны, на улице как-то не очень хочется Грейс мне держать. Да, поэтому... Даже не знаю. Ну, давайте просто прикупим пока что. Вот они, стулья для медитации. Стул для медитации. Ом, мама! Стул самосозерцания. Ну, давайте возьмём самосозерцание. Какой-нибудь... Вот такой светленький. И поставим его... А, он сюда и не помещается, кстати. Ну, давайте, пускай у нас в домике на дереве пока что это всё будет. Можешь же, кстати, пойти попробовать. Вот, посмотреть, какую тебе тут штучку привезли. А, да. А, Филберт, так. Так, дорогой мой, давай ковыляй. Давай, мой хороший ковыляй. И, да. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Так, вот эту метлу мы всегда используем. Можно её как-нибудь назвать. Кстати, назначить любимой метлой. Ну, конечно, наша любимая метла. Так, а это у нас зелитошно-то. Красота какая. Просто красота неописуемая. Да. Кстати, Нори походу застрял. Сейчас буду его оттуда доставать. И у нас сегодня день лотереи. Я правильно помню. Отлично. Отлично. Будем, значит, покупать лотерейные билетики. Всё супер. Но это всё уже будет в следующей серии. А пока что я благодарю вас за внимание. Спасибо огромное за то время, которое вы мне уделили. Я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Увидимся совсем скоро. И всем пока.